Добрый день. Традиционно в летние месяцы на дорогах республики и страны, когда позволяет погода, появляются водители двухколесных железных коней. Их называют байкерами, но что мы знаем о них, кроме того, что одни ездят на больших красивых чоперах, а другие носятся на спортбайках. Сегодня поговорим о всадниках на железных конях, но прежде информационная служба Юргена расскажет о последних событиях в республике. Сделает это моя коллега Александра Головина. Саша, добрый день. Тебе слово. Добрый день, Северин. Спасибо о самых заметных новостях. К этому часу расскажу прямо сейчас. В администрации главы республики пополнение. Бывший руководитель Сосногорского района Дмитрий Киряков занял кресло зама руководителя ведомства. Отныне он будет курировать работу органов местного самоуправления. В Прилужском районе автомобиль сбил лося. Произошло это сегодня ночью. Животное неожиданно появилось на трассе. Мужчина, управлявший транспортом, среагировать не успел и наехал на Сахатова. После этого ВАЗ-21-140 съехал в Кювет. Пострадали водитель и пассажир авто. А вот что стало с животным, не сообщается. ЕГЭ по необязательным дисциплинам пишут сегодня по всей стране. В эти минуты 525 учеников нашей республики решают выпускные задания по информатике. Параллельно сдают более популярный предмет. Это история. На нее заявились 1400 наших земляков. Результаты объявят не позднее 29 июня. 17 474 рубля. Мэрия Сыктывкара решает, куда направить деньги, которые достали из купеческого сундука. Напомню, арт-объект установили в августе прошлого года. И с тех пор он накопил такую символическую сумму. Вариантов пока немного. Перечисление средств. Фонд «Тила добра», установка оригинальной скамейки или велопарковки. Проведение акции по озеленению города. Эти и другие новости смотрите в 16.30 и 19.30. Ну а прямо сейчас «Случай из практики». Итак, в прямом эфире на Юргане «Случай из практики» в студии «Северин Арпа». Телефон прямого эфира 46 90 60. Я с удовольствием вам представляю наших гостей. Сегодня в студии руководители байк-клуба Сыктывкарского отделения «Полярные волки» Владимир Потапкин и Александр Сафаров. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. Впервые, по-моему, у нас на случай представители вашего движения, можно даже сказать, субкультуры. Скажите, пожалуйста, все-таки можно говорить о том, что ваша культура, субкультура такая отдельная, потому что не так часто где-то по телевидению слышишь, но какие-то новости мелькают. Особенно мы знаем самый известный клуб российский, но про наш республиканский клуб мы знаем немного. Как у вас сейчас там развиваются события? Как вы живете? Что у вас там сейчас происходит? Владимир? Живем так же, как и все мотоциклисты, байкеры. Живем своей жизнью, занимаемся техникой, общественными работами, путешествуем, общаемся с другими мотоциклистами других регионов. Ну и хорошо живем, как говорится, но если не брать в учет то, что сейчас такая кризисная ситуация в России, ну стараемся справляться. Александр, на самом деле мотоцикл играет в жизни настоящего байкера чуть ли не самую главную роль? Или может быть самую главную как раз? Ну, определить главную или не главную в данный момент тяжело, но я считаю, что все-таки мотоцикл это свобода. А свобода имеет за собой очень много функций, которые душевно успокаивают человека. То есть именно мотоцикл вам позволяет почувствовать свободу? Да, именно мотоцикл. Когда садитесь на железного коня, выезжаешь на дорогу, смотришь наши большие просторы нашей страны, получаешь просто массу удовольствия и после каждой поездки молодеешь. Когда вы увлеклись мотоциклами? Ну вот я, например, по сравнению с нашими ребятами из клуба или с другими мотоциклистами, я буквально молодой любитель этого движения. Когда мне исполнилось 50 лет, я решил осуществить свою мечту давнюю. Я купил байк и полностью окунулся в эту историю интересную. Вы сразу пришли к Полярным Волкам, то есть узнали где-то про этот клуб? Или сначала были таким свободным? Изи райдер, да? Как это называется? Свободный ездок. Свободный садник. Изначально я скажу, изначально я сам житель Воркуты, я родился в Воркуте и всю жизнь прожил в нашей благодатной республике Коми. Вот и встретились с земляки. Да, наверное. И когда я узнал, что у нас в Воркуте существует такой клуб, я Володе, в то время, когда я уже приобрел мотоцикл, я Володе предложил съездить на мероприятия, которые устраивали в честь Дня рождения клуба наши друзья, наши клубники. И мы с Володей не поленились, собрались, узнали, как добраться, загрузили мотоцикл в вагон железнодорожный и ворвались в наш город, чем удивили наших друзей с Воркуты. И я Володе показал Воркуту своими глазами, какую я ее знаю. Владимир, а вы когда пришли к тому, что без мотоцикла вам не жить? Ну, вообще, вот как бы я на мотоциклах очень давно, можно сказать так, с детства, и с юности, и вся юность, и вся молодость, и, как говорится, до сегодняшнего дня, вот я все этим занимаюсь. Как бы, ну, вообще, я люблю творчество, люблю что-то делать своими руками. Вот, кстати, по поводу творчества, сейчас вы можете видеть клубный мотоцикл Сыгдовказского дельня Полярных Волков, вы посмотрите, какой. Это сделано своими руками, буквально, да, вот, все сварено, это все из металла. Сколько, кстати, ушло времени на изготовление, особенно морды, наверное? Пять дней. Пять дней, да? Пять дней своими руками мы это сделали втроем. Какие? С художником, с Анатолием. То есть, сначала было, наверное, нарисовано, конечно же, да? Нет, все сразу, это все из головы, да, руками все это гнулось, рихтовалось. Рихтовалось, варилось, точилось, обрабатывалось. А вот, кстати, ваш оберег, да? Это коми-оберег для мото-движения, мы сами придумали, сами его сделали своими руками. Он помогает нам в путешествиях и поддерживает нас, как бы, своей силой. Там все, друзья, продумано, на самом деле, все очень так интересно. Поэтому, ну, а когда он, кстати, был придуман? Ну, как давно? Ну, буквально месяца полтора назад, как бы, и вот воплотили его, и сделали, установили его на место к общими усилиями. Хорошо. Продолжим нашу беседу, друзья. Совсем скоро, после небольшой рекламы 469060, если вы хотите что-то спросить у настоящих байкеров, звоните к нам. В случае с практикой снова в прямом эфире на Юргане 469060 наш телефон. У нас сегодня в гостях настоящие байкеры. Мы говорим об этом движении у нас в республике, потому что многие из вас замечали красивые большие мотоциклы у нас на улицах. Ну, не только большие мотоциклы, но и спортивных много разных, в общем-то. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, мнения, то мы с удовольствием их выслушаем, и мне подсказывают, что у нас есть телезритель на связи. Сейчас, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, слушаем вас. У меня такой вопрос. Вот у вас эксклюзивный мотоцикл, скажем так. Как вы его регистрируете в ГИБДД? Или для клуба это легче сделать? Потому что для одиночки, конструктора, это очень проблематично. У вас есть тоже мотоцикл свой? Они недоговорили. Вопрос непонятный. Проблема в чем? В эксклюзивном мотоцикле, самодельном мотоцикле? Имеется в виду, да, что мотоцикл, который собирается своими руками, насколько сложно его зарегистрировать в ГИБДД поставить? Это надо обращаться к организациям, которые имеют лицензию на переоборудование. И согласно всех чертежей, там, предоставить сертификацию, там, они это регистрируют, но дают документ, назначают того человека, который произвел, как изобретатель, производитель. Вот у нас есть такой пример, это Борис Ильин. Он проживает в Эжи, он своими руками сделал трайк через компанию, которая находится в Екатеринбурге, сделал все документы, зарегистрировал его и на законных основаниях пользоваться и эксплуатировать его. То есть, это абсолютно лицензировано транспортное средство? Да, да, да. Получил ПТС, как у любого транспортного средства. А если у человека есть возможности, то как лучше всего приобрести, как выбирать правильный мотоцикл? Ну, сейчас на эту помощь нам Google или интернет, как все говорят. А так, что друзья посоветуют США, самое главное, ну, как бы, самое первое ощущение, да, что ты его взял, сел на него и почувствовал, это твое или не твое. Вот и все, как бы, простое. Ну, а реально всего покупать где-то вот в больших городах, там, в Москве или в Питере, Александр, да? Ну, я, например, свой байк приобрел в Москве, в мотосалоне. А там, правильно Володя сказал, сейчас Google нас выручает, и там каждый человек выбирает то, что ему хочется, потом когда садится и понимает, его это или не его, потому что у каждого мотоцикла своя посадка, свои ощущения, и каждый человек находит себя на нем. Вы какие-то конструктивные изменения в свои машины вносили или нет? Нет, мы в свои машины конструктивные изменения не вносили, но мы, помимо своих машин, еще занимаемся другими машинами. Как бы, есть у нас проекты и самодельных мотоциклов, и также есть у нас в проекте Трайк. Это трехколесный мотоцикл, да? Трехколесный, да. Средители знали. И с автомобильным двигателем. Как бы, ну, пока об этом говорить не будем, мы пока над ним работаем. Но надеемся, что мы его впоследствии увидим. Увидите, конечно, увидите, и вы, и... А так вообще каждый владелец мотоцикла, когда покупает мотоцикл, он потихонечку начинает его тюнинговать. Вот мы, например, с Володей сделали себе спинки, потому что постоянно, каждый год практически выезжаем за пределы нашей республики. Когда путешествуешь, удобно. Да, конечно, мы поняли, что для спины большая нагрузка, и вот мы себе сделали спинки. И не жалеем, как понимаете. Сейчас знаем, какие конструктивные изменения внес в свой мотоцикл еще один человек. Это, между прочим, непростой человек. Клуб «Полярные волки» имеет не только Сыктывкарское отделение, а главный офис, если так говорить модным языком, находится, конечно же, в Воркуте. И с нами есть еще офисы в других городах, где мы скоро узнаем. С нами на связи сейчас из Воркуты Алексей Поморцев, президент байк-клуба «Полярные волки». Алексей, добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас как прошло открытие байк-сезона в Воркуте, и когда это было? 12 мая в этом году. Как обычно это проходит? Это яркое какое-то, веселое, интересное событие? Кто-то выступает, наверное? Ну, да, выступают ростомоты, естественно, а так, как всегда, проходит, собираются мотоциклисты, проезжают с большой колонной по городу, сигналы с Ревом, пугаем нашу зиму в Воркутинскую. Чтобы она быстрее ушла, да? Чтобы побыстрее, да, убежала. Сколько вообще в Воркуте длится сезон для мотоциклистов? Наверное, недолго? Недолго. Ну, вы пытаетесь, наверное, уловить буквально каждый денек? Да, конечно. Как только выходит солнышко, все сразу наши, как мы их называем, бешеные пчелы выезжают на улицу. Все красивые и яркие, да. Все катаются, пытаются вытаскивать каждую минутку. Новые члены в клуб приходят? Конечно, приходят. Ну, всем интересно, молодцы подрастают, больше начинают ориентироваться на активный отдых, на активную жизнь, да, а мотоциклы, это как-никак, это очень активно. Алексей, вот, насколько мне известно, в следующем году 15 лет клубу «Полярные волки». Уже есть задумки на вот этот юбилейный сезон? Да, задумки есть, но пока мы будем удержать их в секрете, не будем пока раскрывать, а то вдруг не случится. Ну, мы будем надеяться, что все-таки все случится так, как вы задумали. Желаем развития вашему движению, и чтобы юбилейный год тоже прошел хорошо. Надеюсь, что мы увидим вас и на экранах тоже. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Всего хорошего. Привет, вам добрый день. Скажите, пожалуйста, друзья, как часто вы выезжаете на встречу, вот в Оркуту приезжаете, и вообще сколько отделений, правильно говорить, чаптеров, да, у нас в России клуба «Полярные волки»? Ну, у нас, вообще, у нас клуб насчитывает более 46 человек, полноценных членов клуба. Чаптеры, не считая главного офиса, у нас еще находятся чаптеры город Сытовкар, столица у нас в городе, потом город Инта, потом город Богородск, это инженерский город. Нижегородская область под Нижним Новгородом, и так как сейчас идет массовое переселение с северян на юг, у нас сейчас открывается скоро чаптер в городе Белгород. Он уже существует, но еще не полноценный, но уже члены клуба там уже наши присутствуют. Ну, и планируем зайти потихонечку в Москву, чтобы и в Москве были наши люди, наши цвета ездили, чтобы знали нас. Насколько вообще сложно поддерживать жизнь байкера? И вот какие ключевые аспекты должны в ней присутствовать? Скажите, пожалуйста. Ключевой спектр – это желание. Желание чувствовать себя свободным в управлении транспортом. Желание заниматься техникой. Ну, что еще? А какие-то там, я не знаю, моральные какие-то принципы есть у байкеров? Ну, и еще тоже, я думаю, Володя, что один из факторов – это обязательно желание развивать это движение, продвигать его. Как у нас в городе очень много мотоциклистов в последнее время стало, байкеров. Это очень радует. Но не все хотят заниматься общественной работой, не всех хотят продвигать. Может быть, не хотят, может быть, хотят, но еще не готовы. То есть общественная составляющая в работе вашего клуба в действиях, да? Это важно, как это составляет? Да, потому что надо, помимо того, что имеешь мотоцикл и катаешься на нем, это одно, но и наш клуб еще занимается пропагандой мото-движения. Мы занимаемся попечистическими делами. Мы уже почти около двух лет входим в состав попечистического совета Кочпанского интерната. Мы каждые праздники приезжаем к детям. Мы когда первый раз приехали и пообщались с детьми, это было у нас 1 сентября, нет, даже было раньше, открытие мото-сезона мы их приглашали. И мы когда увидели глаза детей, и потом, когда у нас было собрание нашего клуба, мы все дружно обратили внимание, заметили, что мы стали все сами маленько чуть-чуть добрее. Потому что эти дети, они маленько ущербные, и они дают почему-то нам, здоровым людям, толчок для жизни. Завтра тоже у нас встреча запланирована в онкозаболевании детском и республиканской больнице. Ориентировочно на 4 часа. Завтра у нас детишки там ждут. Вы первый раз сюда поедете? Да, с ними первый раз. Первый раз, да? Не думаете, что вас могут испугаться? Или все-таки чувствуется, наверное, может, какое-то внутреннее просто же? Нет, мы хотим их тоже поддержать, хотим побыть с ними, пообщаться с ними. Думаю, что они будут рады, что мы к ним приедем. Я знаю, что вы с детьми довольно плотно работаете, да? Очень часто у вас какие-то такие мероприятия связаны с детьми. Есть даже, по-моему, на Новый год, дали ли, на какой-то праздник подарки привозили? Ну, мы у себя в клубе, который построили, можно сказать, в том году начали строить, и уже практически достраиваем его. Мы в том году делали вот, вот эта елка у нас была. У нас был детский Хэллоуин. Мы приглашали, у нас есть в ВКонтакте своя группа «Полярные волки с Тывкар», и мы скидываем туда всю нашу информацию о работе, которая была проделана, или что у нас ждет впереди, какие планы нашего клуба. И мы вот такие мероприятия озвучиваем ВКонтакте, и желающие приходят, вот у нас была мотоелка с подарками, детям понравилось, был Хэллоуин. Правда, еще не то количество людей, как хотелось, но это все время, для этого нужно все время. Вообще, у вас какие, есть, наверное, какие-то такие основные мероприятия в году, которые, вот, именно характерны для вашего движения, для байкеров, которые проходят в Сыктывкаре? Ну, первое мероприятие, это, конечно, открытие мотосезона, ну и последнее, соответственно, закрытие мотосезона. День мотоциклиста? День мотоциклиста, вот, будет в 19 числа этого месяца, тоже, как бы, наше мероприятие мы будем проводить. То есть, в это воскресенье, получается, 19 июня, да? Да, в это воскресенье мы будем его проводить на природе, с музыкой, с весельем, как говорится, приглашаем всех желающих поучаствовать, получить драйв и удовольствие от нашего мероприятия. На мотоциклах можно будет пофотографироваться? Можно на мотоциклах, можно без мотоциклах, как хотите. Помимо всего вот этого, мы еще всех этих, про которые вы спрашиваете, праздники и мероприятия, мы еще каждый год планируем всякие мероприятия, не связанные именно с мото. Например, мы уже второй год подряд хотим поехать, мы сделали для себя, как, так скажем, рубрика, мотопаломничество. В том году вот мы ездили своим клубом и приглашали всех желающих, к нам тоже ребята присоединялись. Мы ездили в Ульяновский монастырь, ночевали там, кто-то причащался, отцаили службу, там, пообщались с прихожанами. Вот в этом году мы ведем переговоры с Ульяновским монастырем. Я надеюсь, у нас в июле месяце это произойдет, мероприятие. Помимо этого, мы еще устраиваем всякие выезды на природу. Обязательно у нас, вот Володя говорил, что один из главных праздников – это открытие мотой сезона. Мы также, как являемся членами клуба, мы постоянно поддерживаем отношения с другими клубами в ближайших регионах. Это Нижний Новый. Дружите, да? Обязательно, обязательно дружим и поддерживаем контакты плотные с ними. И мы вот в этом году, например, да и не только в этом году, мы ездили, поддерживали Ухтинский мотоклуб, Кировский мотоклуб. У вас есть такое вот Северное Братство. Что это такое, скажите, пожалуйста? Северное Братство – это как бы мотосоюз клубов, ну, клубов, имеющие как статус МС, мотосоюз. Это Северное Братство было придумано уже лет 8 назад, но официального запуска его не было. В том году мы собрали всех мотоциклистов, всех байкеров, участников этих сообществ, сделали большое общее собрание и узаконили этот мотосоюз, Северное Братство. Все они приезжали к нам, к нам в наш клуб, было большое собрание, собралось порядком 70-80 человек из разных регионов. Заключили союз, этот союз дает нам помогать друг другу, оказывать помощь, развить ему это движение. При организации мероприятий, конечно, тоже. И поддерживать своим присутствием, участием. И не надо забывать, что мы все равно все мы и клубники, и простые байкеры ездим, посещаем разные мероприятия по всей стране. Вот давайте об этом поговорим после того, как примем звонок телезрителя. Добрый день, мы вас слушаем. — Алло, здравствуйте, Северина, у меня такой вопрос к гостям. А их супруги поддерживают у вас их увлечение? Спасибо за ответ, до свидания. — Спасибо. Как относятся ваши близкие, супруги к тому, что у вас такое увлечение? — Ну, конечно, они нас поддерживают, наши родные нас должны поддерживать. Не всегда им все, конечно, нравится, но приходится им и терпеть это, потому что это, ну, кому это понравится, когда ваш муж занимается железками, когда ваш муж едет какой-то на фестиваль, на встречу байкеров. Конечно, бывает такое, что и наши жены нас поддерживаются, с нами едут туда и живут в палатках, нравится это им, не нравится, но делают вид, что нравится. А насколько это правда, мы как бы не знаем, но думаем, что это все искренне происходит. Ну, такова, как говорится, судьба, что теперь. — Давайте, кстати, сейчас... — Быть женой байкера. — У нас есть возможность сейчас позволить посмотреть кадры с одного из известных мотофестивалей, который проходит в Америке, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, как там все это происходит. Буквально несколько кадров, внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот проходят такие кадры с байкерского фестиваля. Мы увидели, примерно такое же происходит и у нас на фестивалях, поэтому, как уже сказал один из руководителей нашего клуба «Полярные волки» Сыктывкарского, можете, конечно же, посетить любое мероприятие. Гостям там будут рады. Ну, а мы сейчас хотим поговорить о том, что вы часто путешествуете, да, довольно далеко. Расскажите, пожалуйста, о недавних путешествиях, что было там интересно. Ну, вот начнем с того, что мы три года назад по приглашению Вархутинского клуба «Полярные волки» нас позвали съездить на мотофестиваль в честь 70-летия Савенградской битвы, организованной ночными волками в городе Волгоград. Мы совместно с Кировским клубом «Пивной пущ», большой колонной, с машинами сопровождения поехали на этот фестиваль. Этот фестиваль за два дня насчитал около 15 тысяч любителей мото. Это же как там все, ревело, рычало, да? Это было просто очень супер. Выступали очень серьезные, хорошие команды. Такая знаменитая группа, как Акцеп, выступала два дня концерта. Вау, круто. Да, да. Уда сам лично пел и веселил нас. И вообще мы ездим по всяким фестивалям. Позапрошлым году мы ездили на международный фестиваль в Белоруссию. Это город Лида. Там проходит международный, был уже восьмой фестиваль международный. Там в Белоруссии тоже есть много байкеров? Конечно. Там у них-то сезон побольше, наверное, здесь. Мы ездили в Уржум на, он называется, взлетная полоса. Потом мы постоянно ездим в Киров, поддерживаем наших друзей, пивной почина. В этом месяце 24 вячеслава мы выезжаем, колонны, всех желающих тоже приглашаем. То есть это опять будет сопровождение? Да, да, да. Метал Беллс, фестиваль такой тоже не первый год уже проходит в Сосновом Бару. Вообще в очень красивом месте, с прудом, где можно купаться. Вообще очень хороший праздник. И мы, когда вот ездим по фестивалям, мы постоянно чего-то видим новенькое и что-то новенькое свое привозим на эти мероприятия. Отмениваетесь опытом, как говорится, да? Да, конечно. Общение. И у нас тут был такой случай, когда мы поехали в Волгоград. Мы, когда не доезжая где-то около 120 километров до Волгограда, мы обратили внимание, что на трассе везде продают арбузы и дыни. А у нас была машина сопровождения пикапа. Мы взяли на тысячи рублей, в то время купили 70 арбузов. И мы привезли вот эти арбузы на этот фестиваль, выложили горкой и написали табличку, что для военнопленных и ветеранов войны арбузы бесплатные. И жители города Волгограда, которые приходили на этот фестиваль, когда все это видели, вообще были в шоке и говорили, ну неужели наши не могли додуматься, а вы из севера проявили такой креатив. Вот такие у нас северяне. Есть у нас новая телезрительная связь, мне подсказывает. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. А у меня есть такой вопросик есть. Есть, существует ли какая-то договоренность у Союза байкеров с администрацией ГАИ, там, не знаю, нашего города или еще что-то? Потому что частенько встречаешь байкеров, которые вот нарушают какие-то, а все равно стараются, видимо, да, не ловить как-то. Ясно, спасибо. Ну, давайте я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Договоренность с ГАИ как бы нету никакой. Просто мы как бы общаемся с ГАИ, поддерживаем с ними отношения, потому что мы поддерживаем безопасность дорожного движения и ведем пропаганду в этом отношении с другими мотоциклистами, что не надо нарушать, надо ездить согласно правилам дорожного движения. Бывают у нас и встречи с ГИБДД, и мы к ним вхожи как бы в том плане, что если что-то нам надо организовать, мы приходим с ними и согласовываем, и они нас знают. Я просто еще хочу сказать, что есть, знаете, байкеры и мотоциклисты. Мы относим себя к байкерам в том плане, что мы занимаемся продвижением мотодвижения, ведем здоровый образ жизни, занимаемся молодежью. Опять же, пропаганда правильная, но безопасность дорожного движения. И на наши просьбы ГИБДД тоже относится как бы соответственно, уважительно. Если нам надо организовать мероприятие, и нам требуется проезд мотоколонны, они идут нам навстречу, все согласовано. Вот так все и происходит. Я еще хочу добавить по поводу вопроса телезрителя. Я хочу сказать, что телезритель, наверное, заметил, за последние три года у нас в городе более-менее с мотоциклистами наводится чуть-чуть порядок. И мы принимаем участие в этом, и госавтоинспекция, наверное, обратил внимание, что у нас уже перестали ездить на одном колесе по коммунистической улице. Перестали ездить мотоциклы с колясками на двух колесах, переворачивая коляски. Мы стараемся тоже вести беседу с байкерами, с мотоциклистами, чтобы все были в шлемах, чтобы все ездили с номерами, чтобы все было зарегистрировано, чтобы мы тоже уважали других людей, пешеходов, автолюбителей. Согласен, согласен с вами. На этой безопасной дорожной движения паузе мы сделаем вот такую рекламную паузу, и финальная часть программы нас ожидает впереди. И в 4690-160 у вас будет возможность задать еще свои вопросы нашим гостям. В случае с практики снова в прямом эфире. Вот продолжая такую тему безопасности, вообще дорожного движения участников наших двухколесных железных коней, Вот такая интересная информация была на днях. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов предложил ввести льготы по транспортному налогу для владельцев мотоциклов и мопедов, согласившихся на посмертную, если такое случится, трансплантацию своих органов. Соответствующую инициативу уже направили в Министерство здравоохранения. Он считает, что это предложение может заставить байкеров задуматься о более ответственном поведении на дорогах. Как вы относитесь к такой инициативе? Ну, конечно, после смерти любого человека органы уже ему не нужны. В принципе, очень хорошая идея. Я думаю, многие... Может быть, для автомобилистов следовало такое же делать? Тоже и для автомобилистов. Потому что все-таки, наверное, автомобилистов у нас, к сожалению, больше... Больше и для автомобилистов, и для пешеходов в том числе тоже. Как бы, они тоже, бывает, перебегают дорогу у них в положенных местах. Абсолютно верно. Поэтому бы вот им в первую очередь... И депутаты тоже. Они тоже здоровые, крепкие люди. И когда неожиданно умирают, тоже можно их маленько поделить. У них тоже есть органы. Хорошо, давайте от грустного к веселому. О ближайших планах у нас буквально 6 минут осталось. Какие ближайшие планы, может быть, задумки на будущее у вашего клуба? Ну, у нас планы такие ближайшие. У нас в эту субботу будет центр, молодежный центр инициативы проводить маленькую репетицию к Дню молодежи. Они будут устраивать на центральном городском пляже вечеринку, пати, или как это будет называться. Так что с 12 часов дня до 4 вечера будет мероприятие, на которое мы тоже приглашены. Также у нас будет поездка в Киров на вот этот легендарный фестиваль. Потом у нас планируется в июле месяце, уже не первый год, уже 4 или 5 год, Картайка. Это день кузнеца в Учкуломе. Сама судьба просто велела там быть. Да, это наше направление. И мы уже второй раз приглашены. Участвовать. Обязательно мы посетим Кочпанский интернат, посетим на этой неделе, вот Володя говорит, завтра, центр лейкемии детей с онкологией. Потом у нас поездки еще в Нижненовгород, но это еще под вопросом. Мотопаломничество планируем. 3 июля это рок-фестиваль в Сосногорске, рок-музыке. Тоже как бы нас пригласили, возможно поедем и приглашаем всех желающих. Я думаю, что приедут люди, конечно, это уже легендарный фестиваль. Если говорить, вот мы говорили о разных фестивалях, да, есть ли задумки создать все-таки свой фестиваль, чтобы у нас в республике было, чтобы знали, вот в такое-то там время, в такой-то день, летом, там или когда. Очень бы хотелось, потому что в отличие от других городов мы не имеем своего фестиваля традиционного, который бы из года в год нес бы свою лепту. Мы не имеем такого фестиваля. Есть, конечно, задумка организовать такой фестиваль, там, к примеру, назвать его Белые ночи, потому что Белые ночи есть только у нас в Коме. И мы бы хотели, чтобы со всех других городов России к нам приезжали на этот фестиваль. Ну, пока, как бы, возможностей нету, ну, будем надеяться, что эта мечта наша как-нибудь осуществится. Да. Александр, вот заключение нашего эфира, благодаря, вот, в кавычках, благодаря американским фильмам, мы все, многие люди, наверняка, общественное мнение, до сих пор уверен в том, что байкеры, это обычно люди такие с длинными бородами, волосами, обычно в банданах, там, обычно с бутылкой пива на мотоцикле, под громкую музыку, и что-то любят ломать, с кем-то драться. На самом деле, вот, сейчас у нас наш российский, лицо нашего российского байкера, на ваш взгляд, оно какое? Ну, я хочу сказать, что это все, это, конечно, такое общее мнение, потому что, когда смотрят телевизор, там, маленько все утрируется, и маленько по-другому показывается. Наш данный момент, клуб, я могу только сказать, за наш клуб и за те мероприятия, где мы посещаем, могу сказать одно, что мы занимаемся правым делом, мы не такие злые и не такие свирепые, как люди порой думают, мы идем всегда на контакт, а то, что встречают по одежке, опровожают все равно по-другому, по делам, по нашим. Поэтому мы стараемся, как бы, к себе подтягивать, мы ни от кого никогда не отказываемся, мы всегда, наши двери нашего клуба всегда открыты, мы готовы идти на диалог, на общение, и рады только этому. Владимир, сложно ли стать членом вашего клуба? Ну, конечно, сложно, но если есть желание, то это вполне возможно. Надо иметь какой-то крутой мотоцикл, или можно... Дело не в мотоцикле, дело в желании, и в душе человека, и в его поступках, что он делает для этого, и для клуба, и для жизни, и для мотодвижений, и для общественности, как бы ничего сложного нет. Должно быть желание. То есть у вас есть какие-то такие вот требования от своего клуба, да, для человека? Конечно, каждый член клуба, прежде чем он стать членом клуба, может, это пройдут годы. Это пройдет не один год, не два, это пройдет пять лет, может быть, и шесть лет. Это все зависит от человека, насколько он отдает себя этому движению и этой жизни. А может быть, и намного меньше. Все зависит от человека, от поступков, как он тянется к этому движению. Потому что один из пунктов нашего устава, это самое главное, продвижение, мото-движение. И если человек хочет принимать в этом участие, и мы это видим, и не обязательно человеку пять лет ждать. Он может и ускорить. Это все зависит от самого человека. Хорошо. Есть вот пожелания у автомобилистов, не гвоздя, не жезла? У вас есть какое-то подобное? У меня есть пожелания для автомобилистов, чтобы автомобилисты всегда смотрели в зеркала заднего вида, не забывали про это, для чего они предназначены. И пожелания для горожан. Потому что очень часто жалуются на байкеров, горожане. Ну, граждане нашей республики и горожане в том числе, вам спать не дают по ночам не байкеры, а мотоциклисты. Пожалуйста, не надо всех сливать в одно и хаять байкеров. Вот и все. Мы по ночам стараемся спать. Это здорово. Ну, или, по крайней мере, в клубе там, поверьте, клуб находится довольно... Потому что у нас днем очень много работы, и нам надо отдыхать. Мы катаемся не по городу, а мы катаемся по России. И по правилам, что самое важное. Спасибо вам большое. Друзья, напомним, в нашей студии были представители эженского отделения филиала, чаптера клуба, байк-клуба «Полярные волки» Владимир Потапкин, Александр Сафаров. Спасибо вам большое. Желаю удачи в вашем деле. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, смотрите случай с практики завтра. Он обещает быть таким летним настроением. Вас ждут определенные сюрпризы даже. Всего вам хорошего. До встречи завтра в 12.30. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok